В штате есть спортсмены-активисты. Ну а если предложение все же будет принято в виде закона, работодатели готовы даже давать прибавку к отпуску. Наши корреспонденты решили узнать, у прохожих готовы ли они сдавать нормы ГТО. Давайте послушаем их ответы. Если он сам не заботится о своем здоровье, это должно быть внутренней ценностью какой-то. Отдадите мне прибавку, тогда я его приседаю. Наверное, постарался бы, если бы материальный стимул был бы достаточно большим. Ну что ж, сдать нормы ГТО легко смог бы наш гость, вице-президент Всероссийской Федерации Функционального Многоборья Сергей Колтовской. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что вы здесь. Ну вы-то уже, конечно, сдали нормы ГТО. Естественно. А сложно это вообще, сдать нормы ГТО? Ну, для тех, кто занимается, я думаю, не составит никакого труда. Для обычного человека придется пару раз потренироваться. Пару раз будет достаточно? Ну, в зависимости от подготовленности. А как вы относитесь к этой инициативе, что если сотрудники будут сдавать нормы ГТО, то будут какие-то налоговые льготы к предприятию? На самом деле положительно. Я думаю, это улучшит работоспособность людей, которые будут, соответственно, сдавать. А, то есть физическая активность, она улучшает работоспособность? Естественно. Ну, тем не менее, не получается ли тут такой перекос, что мы людям навязываем против их воли, вместо того, чтобы они сами к этому пришли, через сознание? Ну, может быть, для этого можно как-то простимулировать? Ну, вот они пытаются простимулировать, якобы, прибавкой там какой-то к отпуску, может быть, еще какой-то премии. Ну, согласен. Сергей, вы активно развиваете кроссфит. Это такое некое популярное направление. Расскажите, что это такое, во-первых. Ну, на самом деле, кроссфит – это бренд. Мы развиваем функциональный многоборье. В России это называется так. Это вид спорта, который сейчас набирает большие обороты. Но отличие главное от других, да, культуризм и так далее, где узкая направленность, то есть в культуризме, допустим, они там развивают силу, в бодибилдинге у них составляющая – это эстетическая. А в функциональном многоборе идет гармоничное развитие всех физических качеств. То есть и эстетика, и сила, и выносливость. Да, все. Все включается. Все физические качества развиваем, улучшаем и так далее. Кого вы принимаете в свои ряды? Абсолютно всех. Мы работаем, начиная с детей. То есть с детей логично начинать, чтобы они потом и выросли в детстве. Детский, детский у нас спорт, да, сейчас набирают обороты. И подростки, взрослые люди все занимаются. Много народу? Достаточно. Ну достаточно сколько? Это 10 или это все-таки 10 тысяч? Ну, прошли недавно соревнования по функциональному многоборию, да, и мог принять любой участник, соответственно, там поучаствовать. Было около 500 желающих поучаствовать, да, но мы не берем любителей, у которых еще не тот уровень, да, для того, чтобы выступить на соревнованиях. То есть у вас тоже есть градация, уровни какие-то, звания наверняка есть? Ну, естественно. То есть у нас идет небольшая градация, то есть профессионалы, любители, то есть все желающие могут поучаствовать. А вот насколько ваша сеть в России распространена, или это только в Москве? Нет, на данный период очень много уже клубов и функциональному многоборию уже по всей России, можно сказать, в каждом регионе есть. Но, да, естественно, основная часть населения, которое занимается, ну, больше популярность все-таки в Москве. А вот страны СНГ? Страны СНГ тоже сейчас развивают это активно, да, то есть, допустим, Украина, Белоруссия. Ну, вот ребят приезжают, даже на наши соревнования участвуют. Но у них чуть менее, так скажем, развито. Есть ли какие-то противопоказания, если вот мы хотим ребенка отдать, к вам заниматься? Естественно, перед тем, как мы будем заниматься, да, мы должны посмотреть, да, какие-то медицинские противопоказания, ознакомиться с ними. Также у нас есть небольшой тест, который выявляет способность человека, да, выполнять какие-то упражнения. Какой тест, скажите? Оно ограничение, так называемое. Ну, есть определенные упражнения, которые могут, допустим, определить ограничение подвижности суставов. Да, и, соответственно, уже непосредственно по результатам мы подбираем программу индивидуально каждому и работаем. Это какое-то слово. Мне даже интересно, что это за тест такой? А можете нам что-то показать, может быть? Ну, небольшой тест, да, то есть, допустим, там, ноги поставить на одной линии, да, нужно будет, и, там, присесть, встать, не упасть при этом. Вот, держа ноги на одной линии. Да, и так далее, там, ну, много различных положений тела. А, ну, в общем-то, ничего сложного. Ничего сложного, да, то есть, любой может его пройти и оценить свои, значит, возможности, на что он способен в настоящее время. Может, дадите какой-то совет нашим зрителям, как себя в физической форме поддерживать? Может, питание еще, естественно? Питание, естественно, то есть... Весна, витаминоз, пост. Естественно, нужно есть фрукты, овощи, да, все, что натуральное, желательно есть поменьше сладкого, побольше пить. Сахар надо добавлять в жизнь, я показала, чтобы жизнь была сладкой. Ну, исключить, конечно, вредные привычки, да. Скажите, вы с детства занимаетесь спортом? Да, с детства. А родители вас отдали в какой спорт? Или вы сами выбирали? Ну, изначально родителями привели спортивную гимнастику, вот, и определенного достигнув уровня, я уже перешел в функциональный многоборье. А родители тоже занимались спортом? Или вот они вас привели, чтобы, так сказать, пусть хотя бы сынок зайвется спортом? Ну, родители любители, да, то есть... То есть занимались, тем не менее, занимались. ГТО сдавали. Вот, ГТО сдавали. Говорят, что профессиональный спорт, он, в общем-то, не так полезен. Это на самом деле-то? Нет. В принципе, любым спортом можно заниматься, да, и мы начинаем от простого, как и в любом спорте, да, и переходим к более сложному. Соответственно, может любой прийти, мы начинаем легкие упражнения, технику обучать, как правильно приседать и так далее, и постепенно увеличиваем нагрузку. Нет, я говорю про профессионалов, которые именно прямо профессионально занимаются. Это же определенные травмы, риск, все равно здоровье страдает от этого. Ну, не без этого, да, но, как видите, я уже профессионально выступаю три года, отлично себя чувствую. То есть это не особо травматичнее спорта? Нет, не особо. Если под присмотром инструктора, да, либо если у тебя уже есть большой опыт, то ни в коем случае не травмопасно. Скажите, а вот со сном как быть? Нужно ли соблюдать какой-то специальный режим? Сон, естественно, как и в любом другом виде спорта, да, не менее 8 часов для того, чтобы вы могли восстановиться после тренировки и приступить к следующим занятиям. Ну, вы занимаетесь в жизни только этим, тренерской работой, или у вас есть еще что-то? Ну, до этого, вот сейчас, в настоящий момент, я работаю в федерации функциональной многоборья и развиваю ее, да, соответственно, в свободное время тренируюсь. Тренируете, ну и, соответственно, тренируете. Тренируюсь, тренирую и выступаю. Ну и, в общем, распространяете вот это замечательное, как это называется, функциональное многоборье, рассказываете, приходя вот в том числе и к нам, о вашем замечательном виде спорта. Сергей, большое спасибо за то, что вы к нам пришли, показали, как нужно выглядеть с утра, не так, как вы. Да и не только с утра, да. Вообще, как нужно выглядеть. Нашим телезрителям мы напоминаем, что у нас в гостях был вице-президент Всероссийской Федерации функционального многоборья Сергей Колтовский. Ну, пока женщины собрались у экрана, в глядя на нашего гостя, самое время показать еще одну рубрику, которая нам обязательно будет интересна. Рубрика «Декор». И, как обычно, берем мастер-класс у дизайнеров. Сегодня вы увидите, как создать весеннюю...